Добрый день, друзья! В этом видео я хотел бы сделать обзор на наш новый релиз темы версии 4.17.2b. Начнем с более глобальных изменений и затем перейдем к более мелким, но все равно очень полезным. Хочу сразу выделить, что хоть это обновление содержит довольно много изменений и в том числе изменений макета, вы можете не бояться обновляться, так как они не затронут ваш текущий макет. Но если хотите получить макет такой же как в новой версии темы, то конечно вам придется обновить его тоже. Можете сами это сделать по инструкциям документации, либо заказать наш сервис обновления темы. Также обращаю внимание, что в этой версии мы внесли изменения в файлах всех стандартных цветосхем. И если вы использовали базовую цветосхему, то для сохранения ваших цветов и настроек рекомендуем клонировать цветосхему с персональным названием и затем только производить обновление, так как все стандартные цветосхемы будут перезаписаны. Сразу хочу продемонстрировать вам домашнюю страницу, где мы можем заметить множество изменений, которые мы все более детально рассмотрим по порядку по ходу видео. В этом обновлении мы сделали упор на создание неких адаптивных структур для отображения сезонных предложений или ваших других разнообразных подборок товаров. И для этого проработали новые механики, новые секции, блоки, их заголовки, механизм отложенной загрузки и другое. Также в этом релизе кроме новых изменений мы провели колоссальную работу по почти всем элементам интерфейса. Теперь все отступы, размеры шрифтов и прочие элементы досконально переработаны и подогнаны под единый стандарт. Теперь пройдемся по всем изменениям один за другим. Первое, что хотелось бы выделить, это новый функционал, который дополняет механику работы отложенной загрузки секций. В настройке темы во вкладке общие мы добавили новую секцию с настройками скелетона. Сделано это для того, чтобы убрать подергивание макета при загрузке страницы, что также улучшит показатели CLS в Google PageSpeed. Здесь мы можем установить высоту скелетона для каждого из типов блоков. Эти настройки будут использоваться при загрузке блока в секции с включенной настройкой использовать отложенную загрузку секций. При условии, если в конкретном блоке не указаны персональные размеры. Также в самих блоках добавлена настройка настройки скелетона, который позволяет указать высоту блока скелетон для каждого устройства индивидуально. Проще всего узнать высоту блока, используя инструменты разработчика в вашем браузере. Например, в хроме нажимаем F12, затем Ctrl-Shift-C, наводим на блок и видим его высоту. Например, 550 пикселей в данном случае. Далее можем заметить новый функционал для блоков с заголовками. Теперь их можно легко и красиво оформлять с помощью разных настроек. По центру, декорировать полосой, размер и уменьшить контраст. Можете поиграть с этими настройками и выбрать для своего магазина лучшее сочетание. Здесь, к примеру, видим, как выглядит заголовок по центру, с полосой и цветным оформлением части предложения. Также теперь в шаблоне блока товаров Scroller стало возможным указать количество отображаемых товаров на разных устройствах благодаря новым настройкам «Количество элементов», «Маленький ноутбук», «Количество элементов», «Планшет» и «Для мобильного». Поставим, к примеру, три для мобильных и посмотрим на результат. В шаблоне списка товаров «Мелкие элементы» мы добавили новую настройку блока «Ширина иконки». Настройка позволяет задать размер иконки товаров в данном списке. Выставим, к примеру, 150 пикселей и посмотрим на результат. Также не можем не заметить новую цветосхему, с которой построен данный темо-магазин. Ее название «Оранж». А также новую цветосхему, которая сейчас будет по умолчанию выбрана для демок «Малахит». В настройках цветосхемы теперь также можем менять цвет для нижней липкой панели для мобайла, цвет фона и, соответственно, цвет иконок. Также в этой версии мы добавили долгожданный функционал, который позволит наполнять блок контактов своим наполнением. Теперь можно создать блок с контактами, добавить туда сколько угодно телефонов и другой информации и вывести его в нижней липкой панели, просто указав его ID в этом месте. Теперь пройдемся по всем нововведениям в функционале наших расширенных баннеров. В этом релизе их довольно много. В новой версии появился новый шаблон «Расширенный баннер. Несколько баннеров подряд». Шаблон позволяет отобразить несколько баннеров в ряд с разными типами навигации. Посмотрим, например, на навигацию «Точка» в мобильном виде. Особенность навигации «Нативный скроллер» в том, что с ней можно использовать настройку «Минимальная ширина баннера», которая позволяет сохранить пропорции баннера, а не трансформировать его содержимое. Видим, к примеру, что экран мобильного телефона, но баннер остался 300 пикселей, как и задано в настройках. Также можем заметить, насколько в баннере улучшилась адаптивность для его элементов. Когда мы меняем размер экрана, можем заметить, как адаптируется контент баннера. Как меняется изображение, меняется размер шрифта. С данной механикой вам теперь не всегда даже нужно будет создавать отдельные баннеры под мобильное устройство, что сэкономит ваше время как предпринимателя. Теперь перейдем непосредственно к настройкам баннеров. Сразу можем заметить пресеты для поля заголовок баннера. Они помогут нестандартно его оформить. Кликая на пресет, мы добавляем его и можем сразу использовать или просто посмотреть, как он выглядит, а затем вручную прописать такой код при необходимости. Пресеты можно добавить несколько раз, ограничений нет. Вот, к примеру, пресеты над заголовком «Тонкий чрифт», «Новый ряд» в деле. Также видим такой же функционал для поля «Пользовательский CSS класс». Пресеты изменяют базовые параметры элементов баннера. Вот пример действия пресета «Кнопка снизу». Как видим, текст сверху, а кнопка снизу. Более детально с функционалов пресетов вы можете ознакомиться в нашей документации. Для настройки уровень прозрачности маски изменен шаг. Теперь можно задавать уровень от 5 до 100%. Для поля «Отображаемый объект YouTube Video» добавлена возможность указывать полную ссылку к видео, а не только идентификатор, что теперь намного удобнее. Также мы добавили блок с превью видео. Также видим новую настройку «Позиция изображения по вертикали», которая позволяет центрировать изображение сверху, по центру и снизу. Для кнопки баннера также видим новый вид оформления. Стандартная, контурная и текстовая. Для настройки «Добавить маску» мы добавили новый вид маски. Полупрозрачную, плавное затемнение. Вот как это выглядит в деле. Кроме обзора на новый функционал, пройдемся теперь по изменениях в существующем. Сразу можем заметить скролл бар, который стал шире. Можем заметить изменения оформления для страницы корзина. Продолжение следует... Также видим измененное оформление элементов страниц блога. А для блока со статьями блога мы рекомендуем использовать шаблон, поставляемый темой блок «Последние посты» со значением максимальное число элементов 7. Также хочу обратить ваше внимание, что мы удалили настройку темы «Тип разметки» для статьи блога. Дальше разметка будет указываться в нашем новом модуле «Сео для блога», который тоже скоро выйдет. На странице «Отложенные товары» мы изменили расположение кнопки «Удалить». Теперь стало удобнее и выглядит это красивее. В мобильном виде теперь есть возможность отображения блока с меню шаблоном «Горизонтальный выпадающий список с иконками», но отображаются только ссылки первого уровня. Такую реализацию мы можем заметить и на гиганте Amazon. Отступим между секциями, теперь можно выбирать более гибко. Мы добавили новые варианты отступов. На странице «Промо-акции» для комплектов товаров мы изменили дизайн элементов и исправили баги всплывающего окна блока с товарами из комплекта. А теперь детально рассмотрим наше новое изменение в макете, которое я показывал в начале видео. Адаптивные структуры, которые позволяют комбинированно размещать блоки с товарами и баннерами. Просматривая видео, мы видели эти структуры в двух компоновках с разным наполнением. А вот еще пару вариантов, как можно построить такую секцию. К примеру, сезонное предложение для пикников. По диагонали баннеры для атмосферы и настроения. Главные товары по центру. Дополнительное сбоку в виде списка. И снизу блок с сопутствующими предложениями. Вот еще другой вариант для барбекю. Конечно, здесь также есть исключения. Не все блоки можно сюда поместить и ожидать, что адаптивность сохранится. Например, товарный блок с шаблоном «Сетка с кнопкой «Показать еще»» здесь не уместен. Также можем заметить здесь два вида украшений для блоков, которые внутри. Серый фон и обрамление по краю. Это достигается посредством указания определенных CSS-классов в настройках блока. Также, конечно же, важно, чтобы все эти блоки были помещены в одну секцию с классом «Микс Грид». Примеров использования таких структур на современных сайтах очень много. Вот Walmart, к примеру. Как видим, здесь используется определенный шаблон подачи таких структур. Слева в основном идет большой блок с якорным товаром. Затем разные супутствующие предложения. Ниже всегда будет блок с товарами. Чаще всего такую структуру используют, чтобы показать некие сезонные предложения. Теперь, такую же структуру или даже лучше, вы можете создать с легкостью благодаря новому функционалу в теме. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал и другие соцсети, чтобы всегда оставаться в курсе всех обновлений и новых решений от команды AlexBranding. AlexBranding. AlexBranding.